Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня с вами Николаевич на рыбалке с карпятником. Я нахожусь в Липской области, в Черноземье, на одном из живописочных прудов этой области. Я здесь первый раз, это для меня новинку пруд. Я приехал примерно в 12 часов, около 2 часов раскладывался, кормился, маркерился. Сейчас я, в принципе, уже закончил все эти процедуры, и сейчас немного расскажу. Здесь примерно такой пологий выход, росло в той стороне, умышленно здесь стали, потому что сейчас рыбка выходит на тепло, поэтому здесь стоим. Когда я маркерился, здесь примерно ровный участок, где-то в районе 80 метров, 270 метров, плавно сюда выходящий. Ни ракушки, ни большого ила такого, просто небольшой ил, и, в принципе, без выраженных особых пятаков, либо ямочек, еще чего-то такого. Поэтому, примерно, почувствовав, вряд ли на 75 метрах, поставил первое удилище. Замеркерился его так, потом через 10 метров 85, следующее удилище. Следующее удилище я дальше поставил, примерно 110 и около 115 метров. Поставил удилище примерно на один ориентир. А где-то на 80 метрах я решил делать кормовое пятно, чтобы два удилища до подходила рыбка, там подлавливал рыбку, и в кормовом пятне два остальных удилища стояло. Ну и, естественно, перцовые насадки и одна сладкая насадка насадил. Вот, закормился. Сейчас где-то 2 часа дня, поэтому еще рано что-то говорить. По опыту могу сказать, последних двух недель рыбка подходит, всегда и клюет, где-то к вечеру. Как стемнеет, и до 2 часов начинает она активно кормиться. Поэтому мы все-таки ждем вечера. У моего соседа была небольшая поклевка, небольшой карпик, до килограмма. Вот, ну и мелочь ходит сейчас, поклевывает. Ну, мы же не за этим приехали. Поэтому будем ждать вечера, немного кормиться, менять насадки. Но, в принципе, останемся на одной точке. Особо менять ничего не будем. Вот. Ну, ждем вечера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, ночь прошла для нас спокойно. Что очень даже неприятно. С одной стороны, мы выспались, а с другой стороны, я не получил поклевок. С утра меня полпятого разбудил большой карась, где-то на полтора килограмма вытащил. Это где-то полпятого. Ну, а карпамуру молчали. Ну, мы не будем складывать руки, а будем продолжить ловить. Соответственно, всю насадочную программу, которая была до этого, я буду менять. До этого у меня был насажен хоть демон с кислой грушей, две палки. Сладкое было насажено на одной палке и прочая насадка. Я все это снял, и именно сейчас поставил, насадил другие бойлы. Соответственно, я решил все-таки насадить более такое перченое, ну, и, может быть, сладковатое, это рубин ред. Поставил три палки на рубин ред с разными попапами. Это белый шоколад, ананас сверху и кислая груша. Но, мне кажется, здесь основное решающее имеет сам рубин ред с алюбом, растворимое было. Вот, а не попапы. Я одну оставил палку для экспериментов. Буду насаживать скориков, буду насаживать лихоносового пылики и пытаться отловиться. Ну, в принципе, продолжаем ловить. А приколочную программу я оставляю прежнюю. У меня в ведре нарезано огромное количество бойлов, как вареных, разные и рыбные, и фруктовые, также и растворимые бойлы. Все это залито CSL-ом с приправкой. К нему ход демона ликвида, где-то граммов 40 на пол-литра. И также туда добавлен был бетаин и чектоник. Я думаю, это довольно-таки хорошая, богатая, привыкающаяся смесь. Поэтому кормовую точку мы будем продолжать тем же самым кормить, что и есть. Сейчас я хочу закормиться спомбом, а потом все-таки подкормлю рогаткой. С чем связана моя любовь при кормке рогаткой? Потому что спомб может еще немного пугать рыбу при ударе в воду. А именно рогатка, когда закидываешь бойлы, то бойлы как бы плюхаются. На эти плюхи очень любит идти рыба. Соответственно, я в конце, как только закормлюсь спомбом, я сразу же закормлюсь в рогаткой, чтобы привлечь, наоборот, интерес карпа к кормовой точке. Вот этими небольшими шлепуками, которые очень привлекают его. Не опускаем руки, продолжаем ловить дальше. Продолжение следует... 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 видать и разогреваться начал вода уже сюда идет крик идет да 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 вот так и не звук идет нет с тобой так что павел ты мне будешь в кадре помогать час как же без тебя далеко да 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 он к тебе ушел на твою точку судя потому что да не а без разницы куда его вытаскивать просто как подойдет я посмотрю куда он подойдет мы переместимся да и все а я педжер уже убрал без педжера пошел я думал ты чем-то занимается потом думаю ты шушил вроде не я андрей пошел подсачивать у него тоже хороший начали так пи пи и потом ты за паровозе ну потихонечку крышку наш закинь шумнишь холопа ага провозит хорошо уже ушел в другую сторону то он шел в ту направо сейчас налево пошел на уже подудились прошел поэтому я удивишь приподнял что вот это избавиться от таких вещей когда этого перехлёстка были ой 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 на обратно ушел вон он ходит он лишь плавник сверху до 500 грамм 500 грамм скорее всего все то же самое только легче этим подсаком подсачить просто о присядь пашка вот такой же андрей был сейчас и она назад смещусь чуть давай о взяли нет ну наконец-то мы а чё-то давайте вверх так подумай не должен опа красавец спасибо но одному мне сложно было вытащить спасибо 1 1 бы я навряд ли вытащил да 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 ну наконец-то я размочил счет под конец рыбалки клюнул сейчас взвесим опа 7 200 но это с подсаком надо подсак потом убрать вот такой вот красавец сейчас мы его освободим плавник сзади зацепился ну сейчас еще чуть-чуть попозирует он нам и мы его выпустим вот такой ну килограмм 7 есть в нем такой красивый красивый ну что красавец выпускаем тебя ух ты красавец все-таки потихонечку пошел смотришь сверху с подсаком он весил 7 200 сейчас подсак взвечу ну 600 грамм подсак получается 6,5 килограмм подсак это или все одинаково весит подсак весит 600 грамм поэтому 7 6 килограмм 700 грамм весит продолжаем ловить спасибо уважаемые рыбаки хочу поделиться небольшим своим опытом по данному девайсу у меня всегда два года подряд был такой треугольный подсачек с палкой и здесь нитка что меня не устраивало в том что при посачивании палка естественно она гнется но еще больше гнется это ниткой выгибается туда все это вот мотня это мокнет и не сразу ты его подымаешь чуть-чуть замешкался в карпусе очень резвый или амор то он в принципе может зайти по сак резко развернуться и пока ты его выгибаешь выгибаешь он выгонится обратно подсак уйти из него либо замешкался чуть-чуть отвлекся то же самое ситуация я в этом году озаботился тем что мне захотелось железный чтобы был обруч вот увидел данный девайс купил и сегодня тестил вообще изумительная вещь с моей точки зрения что он четко работает то есть ручка четко его поднимаешь и ручка четко поднимает весь посачек то есть и так же он у меня даже показался даже легче чем треугольный почему потому что вот этот облач он полый и в принципе мало весит мотня примерно же такая же вот здесь у посачка вот но более четко работает так раз и под поднял вот как тебе нужно то есть и вот это задержка там в пару секунд у тебя ее нет при поднимании подсачек так что если кому-то понадобится то в принципе можете смело брать покупать такие подсачки с железной головой вот легкие но и все единственное что не китайские тяжелые ручка подсачка и железка подсачка они тяжеловат все таки вот а именно чтобы такой хороший качественный легкий подсак голова подсака а ручку можно в принципе любую хоть такую хоть и длиннее вот но она ручка не будет сильно весит так что кому понравилось буду рад советам ну что ж друзья уже практически час время рыбалки подошло к концу кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем не хвоста не чуй